Друзья, всем привет! Вы на канале восстановление файлов и в этом видео обзоре я протестирую программу, которая называется Hetman Partition Recovery. Данная программа предназначена для восстановления любых типов файлов с любых носителей. Но сегодня я буду использовать ее на примере восстановления файлов после обычного удаления жесткого диска. Вернее, я буду использовать USB накопитель, но отформатированный с NTFS расширением. Здесь я подготовил уже несколько различных типов файлов. Это фото, видео, текстовый документ, архив и установочный файл. Это файл, с которого была установлена сама программа. И в этом видео обзоре мы узнаем, сможет ли данная программа вытянуть все эти различные типы файлов. Так, давайте сейчас первым делом подготовим наш носитель. Вот сама флешка. Заходим в свойства. Файловая система NTFS. То есть это тот же самый жесткий диск. Так, закидываем сейчас на нее все файлы. Вот таким вот образом. И теперь их просто удаляем. Вот так вот. Все, носитель снова очищен. И теперь мы можем запускать программу и приступать к самому восстановлению. Так, есть. Здесь мы первым делом выбираем наш носитель, с которого нужно восстановить файлы. И друзья, смотрите, после обычного удаления достаточно будет оставить параметр по умолчанию «Быстрое сканирование». Полный анализ нам пригодится в том случае, если ваш носитель будет отформатирован. И просто жмем «Далее». «Быстрое сканирование» проходит действительно очень быстро. Вот программа уже нашла несколько папок, несколько файлов. Но давайте более подробно посмотрим, что конкретно она смогла вытянуть. Так, и здесь мы видим, друзья, все папки были найдены под своими оригинальными названиями. Также был найден установочный файл. Так, если мы перейдем в папку фотографий, здесь есть все эти фотографии, которые мы удалили. Текстовый документ. Так, здесь также есть текстовый файл, архив и видео. Здесь также есть два видеофайла, тоже найденные под своим оригинальным названием, что очень немаловажно. Это действительно во многих случаях экономит массу времени. То есть, когда файлов у вас, допустим, немного, то это не проблема. Но если у вас там тысяча фотографий, 200 видеофайлов, там несколько сотен текстовых документов, то сами понимаете, если они будут восстановлены не под своими названиями и не в тех папках, с которыми они были удалены, то вам повторно придется сортировать все ваши данные. Так, ну и теперь, друзья, остался последний шаг. Это именно перенести все найденные файлы на нужный нам носитель. Для этого нажимаем «Восстановить». Здесь я выбираю параметр «Сохранить на жесткий диск». Жмем «Далее». Путь я оставляю по умолчанию. Здесь также рекомендую оставить галочку на «Восстанавливать структуру папок», для того, чтобы файлы были восстановлены вместе с папками. И жмем кнопку «Восстановить». А, да, я программу еще не активировал, поэтому для того, чтобы продолжить процесс, нужно провести активацию. Для этого мы вводим имя пользователя и пароль. И, да, друзья, что я, кстати, хочу сказать по этому поводу, что перед тем, как приобрести программу, то есть вы не покупаете кота в мешке. Вы действительно видите, за что вы платите. То есть вы вначале просканировали свой носитель, убедились в том, что программа действительно нашла всю вашу необходимую информацию, и только после этого вы можете приобрести программу. И нажимаем «Регистрация». Все, активация у нас прошла успешно. Нажимаем «Ок» и процесс восстановления запущен. Так, все, процесс полностью завершен. Теперь программу можем закрывать. Переходим в папку с восстановленными файлами. И смотрим, что же у нас получилось. Ну, то есть, друзья, как видим, все файлы были восстановлены. Давайте откроем папку «Фото». Здесь у нас было 4 картинки. Восстановлено также 4 картинки. Также можно сравнить по размеру, не было ли утеряно качество. Здесь у нас размер 253 килобайта. Здесь также 253 килобайта. Ну, давайте также можем сравнить еще видео файлы. Так, видео 27,4 мегабайта. И здесь у нас тоже 27,4 мегабайта. Так, с текстовым документом и архивом также все в порядке. Ну, что, друзья, программа оставила после себя только положительные эмоции. Я считаю, что она справилась на все 100 баллов. То есть, все те критерии, которые для меня важны, программа выполнила. Она восстановила все мои утерянные файлы, восстановила их в тех папках, с которыми они были удалены, под своим оригинальным названием и без потери качества. Но это все, что касается обычного удаления. Также данную программу можно будет протестировать и на восстановление файлов после форматирования. Но это уже в следующих моих видео обзорах. Поэтому, чтобы не упустить все самое интересное, обязательно подпишитесь на канал. Также, друзья, если данный видео обзор вам помог, то мне очень приятно будет получить от вас лайк. У меня на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok